Это видео записано для сайта экзегет.ру. Сейчас мы с вами рассмотрим содержание девятой главы книги Деяний. Для лучшего усвоения материала этой главы я немного расскажу о ее композиции. Она очень интересна. Эту главу можно разделить совершенно четко на две части. В первой части рассказывается об обращении апостола Павла и о первом времени его проповеди после обращения. Затем буквально в одном стихе дается краткая характеристика состояния церковной жизни на тот момент. И вторая часть главы посвящена истории апостола Петра, в которой он исцеляет Энея и воскрешает христианскую девицу Тавифу. Но теперь перейдем непосредственно к самим событиям. История обращения ко Христу апостола Павла описана здесь в девятой главе, описана в двадцать второй главе и в двадцать шестой главе книги Деяний. Поэтому было бы правильно при чтении и изучении этого события обращаться ко всему содержанию книги Деяний, вот к этим параллельным местам для более панорамного и полного восприятия этого события. От себя добавлю, что между этими тремя рассказами, которые повторяются в книге Деяний, есть своего рода различия. Они касаются именно того, что каждый новый рассказ, он дает больше информации. И в конце концов, история обращения апостола Павла в двадцать шестой главе, она приведена, скажем так, в максимальном раскрытии. И более того, слова Господа Иисуса Христа не ограничены просто обращением к апостолу Павлу и укором к нему, что он гонит его и его учеников, но речь Христа приведена в максимальном объеме, в который Господь как бы предсказывает и описывает всю жизнь апостола Павла, как бы отражая основные и главные стороны его апостольского служения. Есть, конечно, и определенные загадки, которые мы можем заметить вот в этих описаниях. Итак, апостол Павел идет по пути в Дамаск. Для чего? Он взял от первосвященников рекомендательные письма для того, чтобы арестовывать христиан не только в Иудее, но и в Дамаске. То есть его миссия, в данном случае, это миссия карательная. И вот апостол Павел со своими спутниками, находясь по пути в Дамаск, внезапно видит свет с неба и падает на землю. К нему обращается некий голос, Саввл, Саввл, что ты гонишь меня? Он сказал, кто ты, Господи? Господь же сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. Он втрепет и ужасе сказал, Господи, что поверишь мне делать? И Господь сказал ему, встань, иди в город, и сказано тебе будет, что тебе надобно делать. Вот этот краткий рассказ, краткий диалог Господа с апостолом Павлом в более расширенном варианте присутствует в 22 и в 26 главе книги деяний. Но об этом мы скажем, может, уже обратясь к соответствующим главам по мере раскрытия содержания книги деяний. Что же касается, упоминая мною загадок, которые дает этот текст, их можно свести вот к следующим моментам. В 9 главе говорится, что люди, которые шли с Саввлом, слышали голос, но никого не видели. В то время как в 22 главе говорится обратное, что они свет видели, а голоса говорившего они не слышали. И, конечно, у внимательного читателя возникает вопрос, а все-таки что они видели и что слышали? Не являются эти два рассказа противоречащими друг другу. Но если мы внимательно вчитаемся в текст, мы поймем, что здесь говорится немножечко о разных вещах. А именно, они слышали голос. А в 22 главе говорится, что голоса говорившего не слышали. Из чего явно, что они не слышали голос Христа, который обращался к Саввлу. А в 9 главе выражения «слыши голос» речь идет о том, что они слышали голос Саввла, который разговаривал с Господом. В 9 главе говорится, что они никого не видели, а в 22, что они видели свет. Здесь нет никакого противоречия, потому что свет они действительно видели, но никого, то есть того, кто говорил Саввлам, они не видели. Итак, спутники Саввла слышали голос Саввла и видели свет, но не видели Христа, который разговаривал с Саввлом, и не слышали его голос. Вот таким образом кажущаяся противоречия, оно снимается при внимательном исследовании. Почему произошло это обращение апостола Саввла? Господь, конечно, имея о нем какой-то особый промысл, прозрел в его душе великую веру. Но беда была в том, что сам Саввл имел ревность, и, как он позже скажет в послании к римлянам, что ревность имеют, но имеют ревность не по разуму. И поэтому, конечно же, Господь, обращая его, сделал это не автоматически, не механически, он, пользуясь современным языком, не отформатировал душу и ум Саввла, но пробудил в нем то глубокое, что находил в своей душе его глубокую веру, и все его силы и стремления, и его духовную ревность помог ему направить в правильную сторону, на что Саввл, конечно же, сразу же отозвался. А мы помним, тем не менее, что явные чудеса не вразумляли многих людей, тех же фарисеев и первосвященников, поэтому в чуде этом нет никакого насилия. Но Саввл откликнулся на этот божественный призыв, покаялся, осознал свою ошибку. Иногда пытаются таковать это обращение Саввла как просто перемену мировоззрения, которая произошла под воздействием каких-то других факторов, отнюдь не чудесных, просто некий душевный срыв, перелом или, скажем так, воздействие других факторов. Но если бы произошла просто, скажем так, мировоззренческая перемена в апостоле Павле, то, скорее всего, став христианином, он бы остался прежним человеком. Если только раньше он гнал христиан, то, наверное, став христианином, он стал бы гнать иудеев, стал бы непримиримым и, в кавычках, ревностным христианином, который продолжает вот это насилие, но только уже в отношении другой религиозной группы. Но мы видим, что он изменяется не только в плане мировоззрения, а его послания заставляют нас говорить, что он изменился и как человек. Если тут он непримирим к христианам, то что он пишет, будучи уже христианином? Для эллинов я был как эллин, для иудеев как иудей, для всех я был всем, чтобы спасти хотя бы некоторых. То есть он готов идти на какие-то компромиссы, говорить с людьми на их языке, в чем-то даже соглашаться с ними, если это согласие не противоречит истинной вере, для того, чтобы обратить их ко Христу. И, конечно же, не насилием, а силам благодатного слова. И вот эта психологическая перемена в Павле, она необъяснима, если мы будем рассматривать его обращение просто как смену доктрины, одной на другую. Тем более, что мы знаем, что, как правило, все отступники и ренегаты, чувствуя какую-то, может быть, вину, они с еще большим ожесточением и ненавистью относятся к той группе, к той мировоззрительной группе, которой они принадлежали прежде. Ничего подобного мы не видим у апостола Павла. Если он был отступником от своей прежней веры, то, наверное, он должен был всячески клеймить и ненавидеть иудеев, и фарисеев. А что он пишет в 9 главе послания к римлянам? «Я сам готов быть отлученным от Христа, лишь бы иудеи спаслись. Какая в нем великая любовь к тем, кто с ним не согласен». Поэтому мы должны видеть в этом обращении с Авла именно глубокий покаянный переворот в его душе, благодатный переворот, который сделал его другим человеком. Хотя, как мы видим из его посланий, вот тот интеллектуальный багаж, то духовное образование, то знание священного писания, которое он имел в иудействе, оно осталось с ним и после его обращения, и служило уже делу христианской проповеди. Апостол Павел приходит в Дамаск, но следствием этого видения явилась его слепота. И вот, помимо того, что Господь является по пути будущему апостолу Павлу, Господь является апостолу Анании, который в то время проповедовал христианство в городе Дамаск, и предупреждает его, что он должен крестить с Авла, который придет к нему. «Встань, пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в уедином городе Торсянина по имени Савла, он теперь молится. И в видении видел мужа именем Анани, то есть тебя, который придет к нему и возложит на него руку, чтобы он прозрел». Анания, понимая, о ком идет речь, конечно, с удивлением спрашивает Господа, «Господи, я слышал от многих об этом человеке, сколько зла он сделал святым Твоим в Иерусалиме». И дальше Анания уточняет, какое именно зло совершил апостол Павел в отношении христиан. Но Господь ему отвечает, «Это мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами царями израилевыми. Более того, я покажу, что этот человек, который гнал христиан, сколько он должен пострадать за имя мое». И Анания, вот будучи вразумлен этим божественным откровением, приходит и совершает крещение Савла. В этом эпизоде, который рассказывает о встрече апостола Анании с Савлом, есть ряд интересных моментов. Первое – это то, что Господь прямо называет Анании адрес, по которому живет апостол Павел. Вот здесь не может не удивить такое детальное воспроизведение событий. С другой стороны, Анания приходит к апостолу Павлу и исцеляет его от слепоты. И вот, исцелившись от этой слепоты, которая стала следствием «Видение по пути в Дамаск», апостол Павел принимает крещение, Анания возлагает на него руки, и Павел получает дар Духа Святого. Опять мы видим здесь удивительный промысл Божий. Ведь Савл мог после исцеления отказаться от крещения, и, в общем-то, обрадовавшись, что болезни уже нет, в общем-то, и изменить направление своих мыслей, изменить своему решению. Поэтому Господь как бы проверяет Савла, насколько здесь есть его человеческое желание, человеческое намерение быть со Христом. Мы видим, что здесь крещение не является условием исцеления Савла. А именно тогда, когда Савл уже исцелен, когда уже ему ничто не угрожает, ему предоставляется возможность и свобода принять христианское крещение, что и происходит. Тем не менее, пребывание Савла в Дамаске, в этих эпизодах он все еще пока называется Савлом, мы видим и первые гонения, которые испытывает на себе он, как вновь обратившийся. Все кругом недумевают, как это так, человек, который прежде гнал христиан, теперь проповедует Христа. Деятельность Савла в Дамаске и обстоятельства его бегства в Иерусалима, потом бегства из Иерусалима в город Тарск себе на родину, написаны с 20 по 30 стих 9 главы книги Деяний. Тотчас же после обращения он стал в синагогах проповедовать, что Иисус есть Сын Божий, чем вызывал немалое удивление людей. Здесь следует внести некоторое уточнение, поскольку послание апостола Павла к Галатам содержит ряд подробностей именно этого периода жизни апостола Павла. Если следовать книге Деяний, то получается, что вскоре после проповеди Савла иудеи решили его убить, и он вынужден бежать в Иерусалим. В то время как из посланий апостола Абгалата мы знаем, что апостол Павел проповедовал в Дамаске, потом ходил с проповедью в Аравию, на Аравийский полуостров, затем вернулся в Дамаск, жил там три года, и вот результатом этой трехлетней проповеди апостола Павла в Дамаске явилось как раз и возмущение против него, иудеев, как, наверное, против отступника от веры, что стало угрожать его жизни. Во втором послании апостола Павла к Коринфянам мы имеем тоже определенные подробности, касающиеся этого момента. Там апостол Павел называет конкретно имена тех людей, которые желали его смерти, что, оказывается, это были не только, скажем так, его оппоненты иудеи, но и правитель царя Арефы, правитель города Дамаска, сам лично был заинтересован в смерти апостола Павла. И вот ученики идут на следующую хитрость, они ночью Павла спускают на корзине через стену, и Павел бежит в Иерусалим. Здесь тоже есть над чем поразмышлять, поскольку мы видим, что здесь спасение апостола Павла происходит не в результате какого-то чудесного явления, а в результате именно человеческой смекалки и хитрости. И святитель Азатауст замечает по этому поводу, что Господь сознательно попускает апостолам действовать когда-то благодатью Божией, помощью Божией, а когда-то и своими силами, чтобы открылась их личная добродетель, их личное мужество, их личный ум и какие-то человеческие качества. Апостол Павел бежит в Иерусалим, и в Иерусалиме происходит та же история. Он стал смело проповедовать там во имя Иисуса, как и некогда проповедовал в Дамаске. Более того, состязался с эллинистами, то есть с иудеями рассеяния, которые вступали с ним в богословские споры, и они покушались убить его уже в Иерусалиме. Иерусалиме братья, узнав об этом, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. И, конечно, апостол Павел бежит не вследствие трусости, не вследствие малодушия. Где надо, где необходимо, мы это знаем из его жизнеописания, он принимал и мучения, и страдания, и засвидетельствовал свою жизнь мученической кончиной, но Христос, очевидно, не повелевал своим ученикам неразумно подвергать себя опасностям и говорил им, что если вас гонят в одном городе, да идите в другой, что, в общем-то, и исполняют его ученики. В 31 стихе 9 главы книги Деяний мы видим краткое описание состояния церковной жизни. Мы с вами говорили уже о том, что подобного рода литературный прием он свойственен литературному стилю Луки. Церкви по всей Иудее, Галилее и Самарии, то есть здесь мы видим уже определенный ареал распространения христианской веры, были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении Духа Святого умножались. Здесь мы видим, что гонения не были постоянными, что они были волнообразными, они то возникали, то утихали, и вот в этот именно период церковь находилась в покое. Согласно хронологии книги Деяний, приблизительный год обращения апостола Павла это 37-й год по Рождестве Христовом или нашей эры. Соответственно, бегство из Дамаска в Иерусалим это приблизительно 40-й, 41-й год нашей эры. Мне кажется, что вот такая привязка к конкретным датам, она будет полезна для исторического восприятия этой книги. Во второй части этой главы мы имеем два рассказа, но которые касаются деятельности святого апостола Петра. С 32-го по 35-й стих рассказывается о том, как апостол Петр исцелил Энея. В городе Лидда нашел одного человека именем Энея, который 8 лет лежал в постели в расслаблении. Что такое расслабление? Мы часто это слово встречаем в Евангелиях. Так вот, расслабленный по-гречески паралитикоз, то есть человек парализованный, обездвиженный, и я думаю, что мы можем здесь узнать последствия такой болезни, как, скорее всего, инсульт. И Петр говорит ему, «Исцеляет тебя Иисус Христос, Энея, встань с постели твоей!» И он тотчас встал. Христос во время своей жизни очень много исцелял этих парализованных и расслабленных апостолы действуют так же, как действовал Христос. Не только проповедуют, но и несут реальное исцеление, освобождение многим людям. Очень интересен следующий эпизод, который находится в 9 главе и заключен между стихами 36 и 43, а именно воскрешение Тавифы. В городе Иопия жила христианка-девица по имени Тавифа, которая славилась своим милосердием. Она была исполнена добрых дел и творила много милостыни. И вот эта святая девушка, она заболела и умерла. И вот апостола Петра зовут специально для того, чтобы он что-то сделал, чтобы помолился, возможно, исцелил ее, воскресил ее. И когда апостол Петр пришел в ту общину, в которой жила эта девушка, увидел, что кругом все плачут, показывают рубашки, платья, какие делала серна, живя с ними, поскольку Тавифа переводится на русский язык как серна. Петр выслал всех вон, преклонил колени, помолился и обратился к телу и сказал, Тавифа, встань. Вот как здесь не вспомнить аналогичные чудеса Иисуса Христа? И исцеление расслабленного, и исцеление, как мы помним, девочки маленькой, которой Господь сказал, встань и ходи. И ведь не просто так, где писатель Лука помещает здесь эти чудеса, он хочет показать, что апостолы действуют абсолютно в духе Христовом. Они подражают его проповеди, его действиям, как, в общем-то, и впоследствии будут подражать мученической кончине Христа. И вот эта девица воскресла. У свидетеля Анатезауста мы видим очень интересную догадку, что эта девушка воскресла, вернулась к жизни не только потому, что апостол Петр помолился о ней, но та сила благодати, которая пребывала в ней благодаря ее добрым делам, она в том числе и помогла ей воскреснуть. Святитель Иоанн Затауст здесь приводит мысль из Священного Писания, что милостыня избавляет от смерти. И вот в этом эпизоде мы видим как бы прямое толкование существления этой заповеди. Действительно, любовь, доброта и милостыня животворит. Не только в переносном смысле, но, оказывается, и в прямом. Ибо вот такая жизнь Тавифы, она сделала ее воскресение возможным. И получается, что это чудо не приписывается целиком апостолу Петру. Здесь мы можем видеть и намек на то, что в любом чуде, в любом чуде важно присутствие не только святого человека, не только силы Божьей, но и какое-то духовное основание должно быть в самом человеке, чтобы произошло чудо. Должна быть вера и должна быть любовь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok